И, друзья, я остановился на том, что далеко не все евреи, именно потомки Якова, по плоти, потомки Авраама, Исаака и Якова, вышли из Египта. Примерно треть, согласно еврейскому преданию, осталась в Египте. Треть всех потомков Якова. Другие предания рассказывают гораздо больше, даже больше процент оставшихся, к сожалению. Да, оставленные, да, вот такие. Были тоже люди, печально, но факт. Но археология подтвердила это предание. Нашли следы огромного еврейского присутствия в Египте и датированные временем после Великого Исхода. То есть это все подтвердило, что на самом деле это не просто предание, это действительно правда. И с другой стороны, Библия нам говорит, Божье Слово говорит нам удивительно. В Торе говорится, что за место отпадших, получается, много было пришельцев. Пришельцы. То есть это с разных народов египетских, и не только, я так понимаю, потому что в Египте проживали очень разные народы, разные племена. Вот, люди вышли, уверовав в бога Аврамова, Исаакова, Яковлева. То есть, получается, даже Пасха, Исход, да, это из Египта, произошедший 3331,5 год тому назад, начавшийся Исход. Это относилось не только непосредственно к евреям, но и к неевреям, ко всем верующим. Поэтому Пасха это праздник не просто еврейского народа, это праздник верующих в первую очередь. Вот, идущих вслед за Богом. Аллилуйя. И вот эти вышедшие из Египта, евреи, неевреи, все верные, вот они уже как дети Бога, да, будем так говорить, да, значит, прямые, природные или же привитые, все слышали слово Божье. И Божье правило, Божье постановление, Божье откровение. И вот одно из Божьих откровений, конечно, наверное, для многих это было шоком, но не для всех, конечно, потому что, допустим, о шаббате, о субботе сына Якова и так знали, даже в рабстве находясь египетском, рабы рабами, но шаббат был по расписанию, да. Вот, значит, и поэтому, но для многих, может быть, остальные праздники, конечно, были новинкой вообще. И вот, вот праздники мои, я исход, значит, теперь Левит, Левит, 23 глава, снова обращаемся к 23 главу Левит. Вот праздники мои. И третий стих дальше говорит нам. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя. Священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот, интересно, и дальше там перечисляются праздники. Вот, получается, даже раз в неделю есть у Бога в его календаре особый праздник. Раз в неделю. Кстати, то, что неделя семидневная, это никак иначе даже и не объясняет. Кроме как божественного вот такого календаря. Потому что вот в свое время даже безбожники, так называемая вот эта парижская коммуна, это, значит, люди проклятием заклейменные, как говорится, да, значит, и люди, поднявшие, значит, бунт, кровавую смуту во Франции. Это страшные события, в общем-то, вот, во Франции, и под названием парижская коммуна. Безбожная коммуна, которая, она не только восстала, там, значит, на правителей, на царей, она восстала, в первую очередь, на Бога. Это была атеистическая коммуна, это была безбожная коммуна, которая убивала священников, которые, значит, коммунары тогдашние парижские, да, они насиловали монахинь, убивали священников, верующих многих, там, убивали очень жестокими казнями монахов, там, варили, прям, жильем бросали в смолу кипящую, там. Одним словом, всякого рода извращения выполняли, значит, и сатанистские обряды всякие совершали. То есть, они восставали против Бога и пытались, вот, как некий такой коммунизм, как сатанизм именно, вот, такой духовный коммунизм явить. Значит, торжество разума, как бы они говорили. И вот, значит, и коммунары эти, вот, ну, по сути, лидеры этой парижской коммуны, ну, явно и сатанисты были, то есть, люди, которые шли против Бога непосредственно, Творца, против Библии, против Церкви, против всего святого. Вот, значит, и интересно, даже любое упоминание о Боге им казалось, значит, ну, в них вызывало ненависть и казалось, им, значит, нужно вырывать с корнем просто, из, значит, людского сознания, из души человеческой. Вот, но это было безумие, парижское безумие было, продолжалось не так долго, и, слава Богу, у них мало что получилось, хотя воспоминания об этом таком акте вандализма и сатанизма, он пережил поколения. Вот, и в советское время в СССР образ парижской коммуны, значит, он, знаете ли, как подавался нам, как такой положительный, такой хороший, такой опыт, будем договорить, потому что у нас имело место, к сожалению, продолжение этого безумия в начале 20-го столетия, сто лет тому назад события. Но это как бы история, тоже я люблю историю, потому что в этом потоке времени, в котором проживает человек, и проживал человек, и будет проживать человек, удивительно, есть какие-то такие процессы, которые повторяются, есть процессы, которые чему-то учат нас сейчас, поэтому даже древние римляне там говорили, что история наставница жизни. Интересно, то есть мы делаем какие-то выводы, изучая прошлое, делаем выводы какие-то о дне сегодняшнем. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, и вот парижские коммунары, они, значит, пытались вырвать, оторвать французов и вообще всех людей от Создателя, от Бога, об этом сейчас мало кто, может быть, даже и знает, но они даже попытались изменить календарь вообще. Они понимали, что, да, значит, пока есть семидневная неделя, в человеческом роде все равно, рано или поздно, любой разумный человек вам как-то вопрос задает, а почему именно семь дней, почему ни больше, ни меньше, значит, и с чем это связано, вот, и если человек будет дальше вопрос задавать, то он неизбежно придет к пониманию Творца, потому что шесть дней Бог творил весь этот мир, седьмой день почил, шаббат, суббота, и потому семь дней с тех пор во всех странах, во всех континентах это есть. Вот, нет других никаких объяснений семидневки, вообще-то. Значит, и интересно, да, в Парижской коммуне сделали так, сделали десятидневку, новый календарь, они ввели новые летоисчисления, ну, сейчас уже забытое, слава Богу, но это был опыт такой, увертюра прообраза царства Антихриста, интересно, что это опыт такой. Страшный, конечно, опыт, но многому научающий нас сегодня. Вот, и они ввели десятидневку. Десять дней в неделю, десять дней. Это, в общем-то, логично, как бы, значит, да, это все объяснимо, и, в общем-то, понятно здесь все. Поэтому вопросов таких, в общем-то, у людей не возникало. Вот, тем более, что понимали, что надо оторвать людей, вообще народ, Франции, вообще народы, все цивилизованные, оторвать от Бога, от Божества, от Библии, от христианства, от иудейства, от всего. От всего, что напоминало бы о Творце. А саму идею Творца коммунары хотели искоренить. Убивая, там, сотни тысячи, там, священников, верующих, там, и все, совершая акты массового такого вандализма, в церквях, в монастырях коммунары преследовали такую цель. Вот, это еще в те времена. Первая была еще, это была еще не буря сама, но это как бы уже была предбурей, будем так говорить, да. Вот, буря сама грянула уже такая грандиозная, сто лет назад, и дух коммунизма, он, как призрак, бродил по Европе, но нашел у нас уже пристанище, к сожалению, вот, значит, в Европе у него там мало что получалось. Хотя последствия этого до сих пор в Европе видны. К сожалению. Вот, о той реформе парижских этих коммунаров, безбожников, сатанистов, сегодня уже, в общем-то, мало кто вспоминает. Разве что на уроках по истории мы об этом говорим. Но, да, и о календаре том, значит, коммунарском, парижском, сегодня уже мало кто помнит уже. Десятидневка, забылось это уже давно уже. Потому что после подавления парижской коммуны люди, значит, вернули прежний календарь, одним словом. Вернули семидневку, обычную, принятую по всему миру, во всем человеческом роде. Вот. И, так вот, в Торе есть объяснение, прямое объяснение, почему именно семь дней. Почему шесть дней рабочих, почему, значит, у нас седьмой день покоя. Хотя, опять-таки, сейчас тоже календарь переделывают, и переделывают, значит, сейчас вводят в пятидневную, допустим, неделю, да, значит, трудовую, значит, допустим, ну, там, или учебную, допустим, два выходных. Значит, можно и так, но библейские, библейские, если те люди, что держатся Писание, все-таки должны шесть дней работать, не пять дней, а именно шесть дней работать. Вот. А седьмой день почивать, седьмой день, день покоя. Вот. И это цикл такой, временной цикл, который Бог повелел нам исполнять людям. Вот. При Константине, допустим, великом, еще в четвертом столетии, в христианстве, тоже, как вот, некий дух антихриста, еще тоже проявил себя, переменили праздничные даты, то есть, было объявлено, ну, это Римская империя, там солнцепоклонники в основном, пульт Митры, там солнцепоклонников и прочее. Поэтому для них больше, более актуально был, как говорится, Сандэй. День воскресный, день, первый день недели, да, они праздновали язычники всегда. Вот. То есть, в противовес Творцу, то есть, они слышали звон, как говорится, да не знали, где он. Они в человеческом роде во всем, так или иначе, семь дневной недели сохранилась. Ну, вот, у язычников, в таком смысле, что, ну, не евреев, да, римской, римлянной Римской империи, вот, седьмым днем было воскресенье всегда. И когда христианство при Константине легализовалось, ну, большая часть, как можно предполагать, христианской церкви свыше 100 автокефалий легализовалась, с 313 по 325 годы прошли процессы легализации свыше 100 автокефалий, союзов церквей. Так вот, и для систематизации, и для порядка римского, потому что христианство отныне перешло в разряд католических религий, какими были Кульзевсы, Митры и прочее. Католичность, значит, вселенская, всеобщее, универсальное. Вот. И поэтому, да, кстати, требовалось такое, которое, будем так говорить, видоизменение. Так, у меня что-то здесь... Одним словом, при Константине что произошло? Переменили субботу на воскресенье. Кстати, это, будем так говорить, сегодня как-то, может быть, странно звучит для многих вообще верующих. Вот. И чудно как-то, может быть, звучит для многих верующих, да. Но вот так оно и есть. Для многих сегодня кажется, что воскресенье – это с поком веков такой христианский праздник. Вот, как бы, значит, и дата такая христианская, вот, к празднованию обязательная. Но это не так. В общем-то, эта перемена произошла при Константине чисто из политических таких соображений, политико-религиозных соображений, потому что церковь попала под власть императорскую. Поэтому и, в общем-то, стало обязательным празднование воскресного дня общегосударственное. То есть, до того, как церковь стала государственной, она держалась, конечно, библейских там этих стандартов, принципов, всего. Вот. А здесь от Писания, от буквы и духа Писания стали отходить. И очень серьезно отходить. Вот. Поэтому, слава Богу, за братьев-адвентистов, которые в христианстве проделали огромную работу по возвращению Господнего дня, вот, субботнего дня, снова, вот, будем так говорить, в христианство. Вот. Конечно, не только заслуга адвентистов, но я считаю, что львиную долю работы проделали именно они. Я не был адвентистом никогда, и понимаю, что у них, как у церкви, как у структуры своих проблем хватает, у нас своих хватает, и в любой конфессии хватает своих проблем. Я бываю у адвентистов, иногда бывал, значит, и прежде, проповедую иногда, когда дают мне слово. Мне нравится собрание их, не так протестантское, такое классическое служение. Вот. Но, но, при всем уважении, я не могу сказать, что это чисто заслуга одних адвентистов. Нет, еще кроме адвентистов, но большая, большая часть была ими проделана все-таки, исторически. Вот. С конца 19-го столетия, особенно, вот, именно адвентисты постарались в этом направлении. Слава Богу за них, за братьев. И каждая конфессия, каждая деноминация какой-то, какой-то момент положительно привносит вот в христианстве. Вот. Адвентисты принесли именно этот. Хотя, задолго до них, допустим, на Руси, вот, если брать, там, еще 15-го столетия, известное движение жидовствующее, да, Стрегольники, это Великий Новгород, Псков, Москва, ну, в основном, Северо-Запад, в основном, Новгород и Псков, жидовствующее. И об их учениях мало что известно, в общем-то, но, вот, одно из объяснений, и как раз даже их вот такого названия, как их назвали, значит, именно как раз то, что они возвращались к Слову Божьему, к авторитету Слова Божьего, и библейские, в том числе, праздники, как раз вот, а праздники в православии, они очень, ну, неотъемлемая часть всего, да, насчет культа. Поэтому для православных, все-таки, тема праздников, она очень актуальна. Может быть, для протестантов многих это не так актуально, то, что сейчас я о чем рассказываю, но для православных это наиболее актуально, потому что, в отличие от других конфессий, православие, оно наиболее, ну, наполнено празднествами, и наиболее привязано к календарю, наиболее, больше даже, чем католицизм или протестантизм, намного больше. Потому что православие в целом живет календарем этим, определенным циклом определенным. Вот, и поэтому, разбирая церковный календарь, любой православный христианин, любой православный священнослужитель, он неизбежно, будем так говорить, перед вопросами некоторыми неразрешимыми, без Слова Божьего абсолютно неразрешимыми вопросами стоит. Вот, как и я оказался в свое время, в 96-м году, будучи традиционным священником православным, но в свете Слова Божьего большинство, вот, из тех традиций, празднеств, которые я праздновал, в которых я жил, конечно же, да, как сын православной церкви, но как сын Божий я обязан был пересмотреть все то, в чем я жил. Что я и сделал, и не жалею, слава Богу, что так произошло. Вот, наверное, надо будет потом еще продолжать. Но скажу, что... Так, вот праздники мои. Читайте, пожалуйста, вот этот 23-ю главу Левит. Вот. И у нас впереди тоже шаббат предстоящий, субботу предстоящую, с пятницы вечера, тоже, опять-таки, празднование. Почему в православной традиции празднование с вечера до вечера? Тоже непонятно. Вот непонятно. Без Библии непонятно, допустим. А с Библией понятно. Почему? Потому что Слово Божье объясняет нам, что даже когда творение все совершалось, то с вечера до вечера все продолжалось. И был вечер, и было утро, день, допустим, там, шестой. В частности, вот, ну, наш общечеловеческий такой день рождения. День шестой. Когда был человек сотворен. Вот. Да. Так что пятница, это наш день рождения. Если человек не знает, когда он родился, то, как вот Робинзон, почему назвал того человека пятницей, да, еще, вот, пожалуйста, потому что человек, поэтому пятница. Вот. Так что, друзья, хорошо. И вот дальше, значит, говорится в Слове Божьем, четвертый стих, той же главы, двадцать третий левит. Вот праздники Господня, Священное Собрание, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, Пасха Господня. Это Песах. Песах – это Пасха, Пасовер – это исход из рабства, что мы и празднуем. Кстати, здесь тоже, вот, полнолуние месяца Ниссан, четырнадцатый день того же месяца, вечером, в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, Пасха Господня. И в пятнадцатый день того же месяца, праздник Опресников Господу. То есть, с пятнадцатого числа Ниссана начинается праздник Опресников. Вот. Об этом более подробно, наверное, попозже лучше расскажу. Почему дни опресночные? В нашей традиции церковной, православной, ну, не нашей церковной, в смысле, в смысле, не реформаторской, а такой традиционалистской такой традиции, да, обычной православной, такой, канонической, там, допустим, православной, да, едят на Пасху, наоборот, как раз, не пресные, а квасные. Не опресники, а квасники. Вот. Ну, кулич. Вот. Все знаете кулич, да? Это такое хлебобулочное изделие больших размеров, поднявшись, явно поднявшись, это не маца совершенно. Вот, значит, и вот кулич, это знак порока, лукавства, да, согласно Библии, это квасная, да, вот, что означает символика, закваска. Вот. И, значит, опресник, маца, это знак чистоты и истины. Вот. Поэтому на Пасху Бог повелел, вот, там есть опресники, мацу, и делать это всю неделю. Вот. В церковной же православной традиции, традиционной, к сожалению, все наоборот. Но это, опять-таки, такая мини-парижская коммуна, блин, только церковный вариант. К сожалению. Вот. Это надо тоже разбирать. Вот. Хотя, конечно, да, в первую очередь, ну, все по порядку, ладно, по порядку. Семь дней ешьте опресники. Вот. Что мы и делаем, каждый год, из года в год, дни опресночные. В этом году тоже вот, тоже делали, да, ели опресники. Вот. Кто не знает, о чем я сейчас говорю, то, ну, ну, сейчас я открою, может, некоторые здесь тексты, или не тексты. У меня здесь есть, на Фейсбуке, у меня здесь, я открыл много групп разных. Иногда я их так стараюсь заглядывать. В некоторые чаще, в некоторые меньше. Вот. Почему-то в ссылочках я не нашел ее. Эту группу. Есть такая даже прям Пасха называется. Сейчас посмотрю. Пасха, Песах, Праздник Господень. Называется Пасха, Песах, Праздник Господень. И дальше вот на иврите. Песах. Вот. Да, вот она страница. Здесь 1142, на сегодня участника. Слава Богу. Еще на рассмотрении есть публикации, есть даже, то есть, кто-то уже прислал. Да, вот. И вот здесь я написал. Вот, Вот, 14-й Несана в 5780 году, то есть, ну, вот, наступающем, да, по библейскому летуисчислению, в 2020-м по гражданскому летуисчислению выпадает, вот это вот полнолуние, 14-й Несана выпадает на 8-й апреля. Вот, 7-го апреля вечером, а также в Святую Пасхальную ночь, с 8-го на 9-й апреля, вот, значит, 20-го года мы, как и в прошлые годы, будем собираться на пасхальную трапезу седр, и будем вновь разделять нашу общую радостную евангельскую веру, вот, здесь написал я, вот, так, что наша Пасха это сам Иисус Христос, вот, а в традиционной, вот, православной традиции, такой, да, церковной, это будет с 19-го апреля, антисемитская традиция, написал я здесь, это, вот, чувствуете разницу, да, вот, значит, то есть, библейски, получается, еще раз, 14-й нисана в следующем году выпадает на 8-й апреля, 8-й апреля, 14-й нисана будет, вот, то есть, 8-го апреля вечером мы тоже, и ночь всю проводим пасхальную такую, а это 19-й апреля, чувствуете разницу, да, вот так вот, это же не все, да, так что реформация нужна такая большая, хорошо, так, и дальше, в первый день, да, будет у вас священное собрание, вот, пасхальная неделя, имеется, да, вот это вот, как раз, опресночная, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу, в 7-й день, также священное собрание, никакой работы не работайте, единственное, что, корректировка теперь уже, на Новый Завет, что, жертв, сегодня мы Господу, вот таких, какие прежде, в Ветхом Завете, не приносим, кровавых, почему, потому что, уже совершилось, уже совершилось приношение, жертвоприношение, самого Господа, Агнца Божьего, Иисуса Христа, вот, поэтому, сегодня, какие жертвы мы приносим, всю пасхальную неделю, да, жертвы какие, словословие, жертвы уст наших, да, значит, мы славим Бога, поем, это наша жертва Богу, это прекрасное восхваление, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Так, и сказал Господь, 9 стих, Моисею, говоря, объявися нам, Израилевым, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб, жатвы вашей, к священнику, кстати, и он вознесет сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вынесет его священник, и в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и с ним хлеб на приношение две десятых ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, жертвы Господу, вот, опять-таки, самого церемониальной части, самой церемониальной части нет уже, все, она уже свершилась, но, однако же, она свершается духовно, агнец у нас, сам Иисус Христос, непорочный, закланный за нас, Пасха наша, Христос закланный за нас, вот, и другие праздники, наверное, о праздниках я дальше почитаю, ну, первый праздник, он всем понятен, думаю, да, шаббат, суббота, поэтому, почему даже, спрашиваю, почему шаббат, вы так празднуете, вот, здесь дело даже не в том, что ты еврей, не еврей, неважно, какая твоя национальность, русский-то украинец, белорус, там, значит, там, кто, кем бы то ни был, для, здесь важно понять следующее, что, вот, праздники, именно, есть Господни, их праздновать, вот, есть праздники, вот, я вот в начале сказал, буду подотаживать немного сегодня, значит, есть праздники, вот, как вот, я с грибами сравнил, значит, и в церкви, тоже сравниваю у нас, обычно так вот, вот, праздники, как грибы, съедобные, допустим, да, вот, я вам, из того, что сейчас немного рассказал, это такие белые, хорошие грибы, красавцы, можете смело их, срывать, срезать, там, вот, приготовлять и употреблять, а есть такие условно съедобные грибы, вот, к таким условно съедобным, я отношу, допустим, практику празднования, вот, как в преображении Господя, допустим, там, это не библейский праздник, в смысле, Библия не говорит нам это праздновать, как праздник, Господь не говорит нам праздновать, это как праздник отдельный, вот, особый праздник, но, церковь, вот так вот, празднует православная, католическая, протестантские церкви празднуют, вот, это, в принципе, как, допустим, и семейные наши праздники, какие-то там, дни рождения, там, не знаю, какие-то юбилеи, там, допустим, юбилеи, свадьбы, значит, это вопрос лично данной общины, семьи, группы людей верующих, допустим, вот, это их личное дело, вот, праздновать какие-то, там, годовщина церкви, допустим, там, годовщина, там, значит, вот, не знаю, ну, как вот принятие христианства на Руси, допустим, празднуется, там, или что-то еще, там, много всяких таких есть праздников, интронизация, там, патриарха, допустим, там, значит, православие празднуется, допустим, ежегодно, там, память об этом, да, ну, как бы, это такие праздники религиозные, традиции, которые, это на усмотрение уже данных общин, значит, но мы должны понимать, разделять для себя, что это наши церковные праздники, или семейные, или, там, государственные, вот, сейчас, допустим, сегодня, 21 числа, вот уже будет на днях уже, да, празднование, как раз, Дня независимости Украины, вот, я сейчас в Киеве, в Украине, и вот здесь есть государственный праздник, да, значит, государственный флаг, герб, гимн, то есть, это независимое государство, вот, и есть свой праздник Дня независимости здесь, в Украине, так что вот так вот, украинца тоже поздравляю, вот, это не божий, не библейский праздник, не господний праздник, Ну, это праздник данного народа, допустим, данного государства и прочее. Это как условно-сведомные грибы отношу. Но есть ядовитые, которые вообще даже их трогать не надо. Это как бы поганки такие, которые вообще нельзя брать их. Это опасные вещи. Это откровенно такие оккультные праздники. Их много в христианстве, к сожалению, очень много. И в православном христианстве, в католическом и протестантском празднуются многие вещи, которые, ну, вообще их лучше не трогать вообще даже. Вот, значит, в наших культурах празднуют, допустим, какие праздники? Ну, вот сейчас преображение. Это как бы библейское событие, по крайней мере, из жизни Иисуса. А дальше, допустим, будет 28-го числа в православной традиции. Это у католиков оно уже было. В православной церковной традиции оно только будет. Успение называется, праздник Успения. Это откровенная поганка и ничего общего не имеет ни с христианством, ни со здравым смыслом. Об этом я подробно рассказываю в семинарах, лекциях своих. И, даст Бог, продолжу попозже. Вот, тоже, может, по вечерам, не знаю, посмотрим, как получится. Но пока в Киеве буду записывать такие видео. Вот, и зимой, там, допустим, в декабре, там, введение во храм Пресвятой Богородицы тоже праздник. Это вообще, это откровенная мухомора, там, и поганка, которую вообще нельзя трогать. Это откровенное язычество. Это не просто язычество, а в таком самом плохом смысле слова язычество. То есть, это конкретно общение с бесами. Но Павел сказал апостол, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Зачем? Для чего? Наше общение с Духом Святым. Вот, поэтому очень непростая работа реформатора православного. Очень непростое служение, честно говоря. Потому что очень часто православие ассоциируется действительно с тем, что вообще является антихристианством. Антибиблейским и антихристианским. И, по сути, такой религиозной церковной парижской коммуной. По сути, восстанием против Бога, против Библии, против здравого смысла. Элементы деформации. Они налицо сегодня в цели Христа также. Но, слава Богу, по милости Господней, мы живем в эпоху реформации. То есть, когда идет действительно вот это восстановление, исправление церкви. Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Боже, за этот добрый вечер. Благодарю Тебя за все, за все. Благодарю Тебя, Господь. И веди дальше, Господь, как идти дальше. Боже, я понимаю, что без Тебя ничего не могу сделать. Боже, столько проблем за эти столетия накопилось в православии и вообще в христианстве. В протестантизме, в православии, в католицизме, во всех ветвях. Боже, и у нас выход с Тобой лишь идти. В Тебе лишь жить и Твоим словам доверять и руководствоваться ими. И вообще, и здравым смыслом, и жить. Действительно, не в деформации, не в деградации, а в реформации. Боже, быть не как те глупые девы, что не взяли с собой елея, а наполненные, иметь сосуды свои елеем этим. Боже, быть частью не блудницы, а невесты. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо Тебе, драгоценное, спасибо Тебе, бесценный Бог. Ты самый красивый, самый добрый, самый умный. Ты создатель наш. Дай детям своим это здоровое желание, здоровое вот это стремление быть похожими на Тебя, подражать Тебе, как чадо возлюбленное. Боже, в этом жизнь наша. Спасибо Тебе, Господь. Благослови нас. Благоставляю, братья и сестры, всех Вас, возлюбленные, спасибо за внимание. Вот так включился сегодня вечерком, рассуждая о праздниках Господних и о иных праздниках. Вот, пусть Бог благоставит Вас всех, дорогие друзья. О церковном календаре надо записать, будет, ну, в хорошей студии, наверное. Тема очень большая и очень много материала. Даже не знаешь, порой, за что хвататься. Ну, вот, как сын говорит, мой старший, да, что надо просто взять и вот весь год пройтись по этим вот дням. Церковный календарь, православный календарь. И все разжевать, разъяснить на основании Слова Божьего. Это очень непростая задача, честно говоря. Вот. Да, пусть Бог благоставит Вас, друзья. Благоставляю во имя Иисуса. В 6 утра подключайтесь к прямым трансляциям с утренних молитв. Будем делать причастие. У меня здесь есть такая чаша. Вот, я ее приготовляю, да. Вот. И есть виноградный сок. Слава Богу, да, значит. Есть хлеб. Я принимаю причастие, рассуждаю о теле крови Христа. И к этому призываю всех вас. Онлайн, так вот, Евхаристию проводим. Вот. И в воскресенье, значит, соберемся на служение у нас здесь в Киеве. Продолжим тему как раз Преображенского собора. Вот. А тему преображения каждого из нас. Преображения Господа. Преображения Моисея. Преображения всего тела Христа. Это будет очень важная тема. Вот, наша учеба такой, эта работа будет очень непростая. Поэтому первый день недели, следующий, да, у нас будет наполнен такой работой непростой. А перед тем, да, мы будем все вместе праздновать шаббат, субботу. Вот. И учиться этому. Учиться, учиться. Надо всему учиться. Вот. И поэтому, да, есть куча сообщений пришло еще мне. Вот. Ладно, потом посмотрю. Я, к сожалению, не отключил. Да, все. Благоставляю вас, друзья, во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам. Шалом. Да умножится. И благодать в познании Господа нашего Иисуса Христа Иешуа Машиаха. Я этим подчеркиваю нашу преемственность и наши корни. Есть плохие корни, прогнившие такие, да. Есть здоровые, сильные корни. Это библейские корни, это евангельские. Слава Богу. Аллилуйя. Плохие корни удаляем, а хорошие укрепляем. Слава Господу. Пусть Бог благословит вас всех. Аллилуйя. Аллилуйя.